Присутство Римя, достойно Царствия Небесного! Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Забайкальская митрополия. Слово истины». И сегодня в нашей студии Иеромонах Сафроний, руководитель отдела социального служения. Здравствуйте, батюшка! В Москве состоялись международные рождественские образовательные чтения. Какие сферы жизни церкви и общества обсуждались? Большой ли была делегация из Забайкальского края? И в каких секциях вам удалось принять участие? Чтения были образовательные, и Святейший Патриарх в своем выступлении говорил о том, что нужно воспитывать молодежь в православной традиции, в православной вере, о том, чтобы было большое взаимодействие церкви со школами, с институтами, с такими государственными учреждениями, где человек получает образование. И вся деятельность должна направлена именно на нашу молодежь. Для того, чтобы эти люди уже потом в последствии были уже верующими, адекватными, которые могли понимать проблемы церкви, могли участвовать в жизни церкви, и тем самым и самим не отставать от духовной и церковной жизни. Наша делегация была многочисленная, все отделы там присутствовали, ну, примерно по два, по три человека от одного отдела было. Я как представитель социального отдела посетил два круглых стола по работе с наркозависимыми людьми, те люди, которые страждают от как раз страсти наркомании, страсти пьянства. И второе, которое мне удалось посетить, это по проблемам инвалидов. Потому что в обществе складывается о этих людях, об этой категории людей неправильное мнение. И это мнение очень вредит и нам самим, и тем людям, попавшим в трудную ситуацию. Вот поэтому посетил вот эти две секции и вынес для себя много полезного, много нужного. Так, например, по работе с наркозависимыми людьми, те православные центры, которые сейчас существуют, они объединяются в одну систему. И будут эти системы призваны как раз к тому, чтобы человек не потерялся после выхода из того или иного учреждения лечебного. То есть его сопровождают до места, его жизнью интересуются, человек остается неброшенным. И всячески его пытаются привлечь к общественной жизни, к жизни нормальной, чтобы он вернулся в общество уже нормальным, полноценным человеком. Тут больше всего как раз просматривался технический вопрос, как между собой эти центры будут взаимодействовать. То есть это через интернет, через сеть, так называемую. Вот эти центры будут держать между собой связь. И, например, человек будет сопровождаться. Это будет делаться анонимно, по каким-то условным знаком. То есть можно отследить человека. Если у него произошел рецидив, он снова возвратился к этой страсти, но пошел уже в другое учреждение. Информацию о нем, первичную информацию о нем, что это за человек, был ли он на лечении, как проходил лечение, можно будет подчеркнуть как раз из этой сети. И уже будет проще работать с человеком. Ну и сеть создана еще для того, чтобы, например, исключить и такие, к сожалению, явления, когда человек приходит в этот центр. Но не за тем, чтобы ему помогли, а чтобы, преследуя свои какие-то цели, например, просто обманул, совершил грабеж в одном месте, пошел, а также поступил в другом месте. И информация об этом человеке также будет присутствовать. И, конечно же, в третьем, так скажем, четвертом месте такие действия у него не пройдут. Но по работе с инвалидами там несколько иная ситуация, потому что эти люди особые, нуждающиеся в особом отношении к себе. Но зачастую вот это наше особое отношение, отношение слишком жалостливое, то есть когда мы берем все его проблемы на себя и не даем ему реализовать себя именно как Личность, это зачастую как раз подавляет человека. И он начинает приспосабливаться к жизни. То есть наша задача все-таки человеку, конечно, помогать, но и чтобы он сам тоже не терялся, не терял свои инициативы, чтобы он не терял смысла жизни. Вот об этих вопросах были многие рассуждения, доклады. Было очень интересно. Суббота следующей недели называется родительской, причем вселенской. Почему? Кто поминается на ней и что принято делать? Поминальная традиция молиться за усопших, особенно поминальная суббота, она восходит к древним апостольским еще временам, когда христиане в определенное время, в определенные дни собирались на кладбище для молитвы. И вот такая суббота установлена перед Масленицей. Мы знаем, что Масленичная неделя, она заканчивается неделей о страшном суде. И поэтому Церковь призывает нам всех помолиться за всех людей, за всех усопших. Называется родительская, потому что мы молимся за всех усопших православных христиан, и там же в их числе находятся и наши прародители, у кого-то, может быть, уже родители. Ну а вселенская, потому что молимся мы не только за своих родственников, но и вообще за всех усопших. Очень много людей погибает и хоронится без молитв, без отпевания. И дабы вот этих людей не оставить совсем без молитвы, без церковного поминовения, Святая Церковь установила именно такие дни. В эти дни по чину совершается после Божественной Литургии панихида по всем усопшим от века православным христианам. Поэтому очень хорошо, если мы все будем собираться в такие дни и молиться за своих усопших, за своих родственников, ну и вообще за всех. Когда придет время, помолимся и за нас, а мы тоже будем так же, как и все остальные, нуждаться в этих молитвах. И слава Богу, что такие дни есть. А нужно ли ходить на кладбище в этот день? Да, конечно, можно сходить на кладбище, но сделать это уже после службы. Отец Афроний, по телефону нам задали такой вопрос. Если человек инвалид и не может прийти в церковь, как он может исповедоваться и причаститься? Этот вопрос решается очень просто. На дому. На дому нужно только заранее договориться со священником, то есть взять номер. Если человек сам не может выйти из дома, можно попросить либо родственников, либо соседей, чтобы они зашли в храм, взяли номер телефона священника и уже со священником договорились. Сложностей здесь никаких нет. Таких случаев очень много. Очень много приходится ездить, также причащать и на дому, и даже крестить. Но это касается как раз тех людей, которые не могут сами прийти в храм. А необходимо ли ему поститься, как обычно, три дня перед причастием? Все зависит от того, как человек себя чувствует. То есть, если человек болен, если он лежит, болеет, то, конечно, какой тут пост? Конечно, молитву почитать можно и нужно почитать, но о посте здесь говорить не приходится. Если же человек здоров, по каким-то причинам, например, не может ходить, передвигаться, но он здоров, то, конечно же, он может и попоститься. Это будет только благом для него самого. Потому что причастие, причастие — это соединение со Христом, встреча со Христом, когда мы принимаем в себя Христа и самым теснейшим образом с Ним соединяемся. Так что мы начинаем быть в Нем, а Он в нас. И, конечно, к этой встрече нужно готовиться. Если мы к встрече с дорогими гостями готовимся, убираемся, наводим приборку, приборку у дома, стараемся, чтобы как можно лучше встретить этого дорогого гостя, то, тем более, встречая самого Господа, мы должны, прежде всего, навести уборку собственной души. И как раз вот пост, молитва, покаяние — это все нам помогает настроиться на нужный лад и уже соединиться со Христом, так, чтобы это было действительно радостное соединение, жизнь вечную, восставление грехов. Один из наших молодых зрителей спрашивает, для чего в церкви так часто повторяется молитва «Господи, помилуй». «Господи, помилуй». Да какую же нам еще молитву грешному употреблять? Мы молимся, «Господи, прости нас, Господи, помилуй». Это, кстати, молитва, она очень древняя и является сокращением даже молитвы, более другой, которая называется молитва Иисусова, «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Как раз говоря, «Господи, помилуй», мы призываем к себе Бога на помощь, на помощь во всех своих делах, физических, телесных, духовных делах. Мы говорим о том, что мы сами немощны, и без Тебя, Господи, мы ничего не можем сделать. Помоги нам. Поэтому молимся, «Господи, помилуй». Но еще есть и другая молитва. Благодарю Тебя, Господи. Не нужно это уже забывать. Я благодарю вас, батюшка, за беседу. Время нашей передачи, к сожалению, подошло к концу. Дорогие телезрители, а мы с вами встретимся ровно через неделю. До свидания. Христос, творимя, достойно, славствия небесного. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова